Всем привет, друзья! С вами Лориэль и мы продолжаем наше прохождение The Elder Scrolls 3 Морровинд. Остановились мы в прошлой серии на том, что победили в бою Коррода. Вот, и получили новое распоряжение от короля, что нам нужно, короче, попытаться, типа, узнать и выведать информацию Альмалексии по поводу нападения на город. Потому что король думает, что это все дело было связано с сотосилом. Вот, сейчас мы с вами отправимся на Великий Базар, потому что нас туда еще отправляла Альмалексия. Вот, сейчас пойдем попробуем узнать, что там. Где там журнал. Так, тронезал сразиться, вернуться. Так, вот. Последователи культа, похоже, были отправлены, но никто не знает, кем Альмалексия хочет, чтобы я узнал как можно больше об этом культе. С Марелин Оттон на Великом Базаре. Марелин Оттон. Марелин Оттон, понятно. Есть тут ее дом, может, какой? Нету, поэтому будем искать. Марелин Оттон. Марелин Оттон. Марелин Оттон. Почему? Да не услышит моё имя. Имя так похоже было. Ммм, странно. Кого-нибудь встретил? Я должна на-на-на-на. Никогда не слышал о нем, надеюсь, он очарователен и практичный. Но если ты уверен, что он достойный Альмалриэль, то я доверюсь твоему суждению. Скажи ему, что мы встретимся в Крылатом Гуаре через два дня. Вау. Кстати, надо теперь сбегать-то ему хоть сказать. Хотя можно и не идти. Я думаю, ничего страшного. Собственная драма. Хмм, подожди минутку, Арганьянин. Понимаешь, ты очень похож на Тарвуса. Я думаю, у меня найдется работа для тебя. Что скажешь, Арганьянин? Не хотел бы ты сыграть роль в нашем спектакле? Ролю капитана на-на-на-на. Я был. Давайте поможем. И что делать? Делать это пройти вон через ту дверь, подойди к метке в центре, рядом на-на-на-на, и спокойно стоять там и читать свою роль. Подождите. Через дверь не мешкай. Это очень важно. Ну, короче. Добрый вам вечер, Сиро. Угу. Нет, Сиро. Тут только я. Мой хозяин Сэдуракена, Телвани, Хордальф, Ксир. В своем зимнем поместье. Я могу вам чем-то помочь? А как-нибудь можно связаться с ним? Очень жаль, тогда я пойду. Возможно, не возражайте, если я войду. Вовсе нет, Сиро. Пожалуйста. Могу я предложить вам немного Флина? Ай-яй-яй. Уже больше двух недель. Вот почему я одна в замке, Сиро. Все прочие служанки и рабы, которые были нужны его милости, уехали вместе с ним. А что-то не так? Да, ты знаешь Эшлендера по имени? Э-е-е. Наугад, короче, раскидываю. Надо было, блин, хоть почитать. Вот и артист. Тупец. Блин. И как вы можете утверждать такое, будучи Теллани? А что ты напал-то на меня? Блин, а? Чувак, меня бьют тут. Вообще жесть. Я тут, значит, им... Помогал. Ваш дневник дополнен. Я успешно отразил атаку Ассасина, который напал на меня в самый разгар представления. Так дальше продолжаться не может. Возможно, мне стоит поговорить с Мэрином о том, что только что произошло. Ох, бог мой, да, я видел, что произошло, Лорель. Надеюсь, ты сможешь простить нас. Мы не знали, что удар Ассасина рано или поздно будет нанесен. Да, ну, понимаешь, у нашего ведущего актера Таруса недавно было, как бы это сказать, непристойное свидание с дочерью дипломата Теллани. Типлом дипломат заставил их в самые разгар действия и поклялся отомстить. Так как Тарус часто меняет место жительства, мы не знали, что так и должна произойти во время представления, когда дипломат будет уверен в местонахождении Таруса. Надеюсь, что раз ты смог ликвидировать Ассасина, дипломат не будет дальше пытаться. И я знаю, что услуги Мурактонг очень дороги. Я приношу свои извинения, что пришлось использовать тебя подобным образом, Лорель. Но я надеюсь, ты поймешь, что это было необходимо. Ах, да. Что ж, я все-таки намерен заплатить тебе полностью. Посмотрим, за время представления ты сделал три ошибки. Не совсем соответствует стандартным такой профессиональной труппы, как Мурнхолдская актера, но все же совсем неплохо. Вот, возьми причитающееся тебе золото. Спасибо тебе еще раз. И надеюсь, что ты сможешь простить нас. Койоты, а? Так. Чем торгуем? Ясно. На Великом базаре мне нужна была девушка по имени... По имени... Так. Мне нужна... Марелин Оттан. Марелин Оттан. А это кто? Это не Оттан, нет. Это... Марелин Оттан. Лучше искривые крысы, вы не прогадаете. Марелин Оттан. Ммм, где же ее искать? На Великом базаре... Каких шансов? О, вот она, тюнь, е-мое. Прям под носом у нас. Все. По максимуму. Так, Эна Ромари. Конец света. Это суицидный культ. Все плоско и просто. Эд, их еретические и деструктивные верования пугают меня. А я не знаю, как мой брат оказался вовлечен в это. Я начинаю замечать их по всему городу. Но чаще всего их можно встретить в год-тричь. Отколо Крылатого Гуара. Так, окей. Идем в год-тричь. Где он тут? Идем, короче, к Крылатому Гуару. Будем сейчас пытаться разобраться. О, нормально. Хоть по светлому можно побегать. Так. Вон туда нам. Кстати, мне ж надо еще... Парню тому сказать, что его ждет мадам. Это этому, по-моему. Судя по тому, что ты говоришь, Аларель, она очень хорошая. Хорошо, я встречусь с ней. Все. Отлично. Так, а я иду к Гуару. Так. Соточку. Еще одну. Гоумар. Он там, в баре. Я зашел выпить стаканчик, поразмышлять о своих делах. И когда этот гуароподобный алкоголик начал приставать ко мне и издеваться надо мной, он схватил меня за рубашку и протащил меня по полу бара, затем вышмарнул дверь, даже не открывав их. Он пропоет у меня все проповеди Сорионе без остановки, когда я отомщу ему. Да, этот ублюдок насосавшийся. Ладно, пижон, надо помочь мне пойти со мной туда и проучить этого... Так, мухами мокрого червя. Хорошо, пошли. Фантастика. Ты больше... Меня, поэтому давай пойдем... Иди первым. Ну, окей. Что у нас здесь? Эннон, здравствуй, родной. Как дела? Ты тут, говорят, людей на... Всякие штуки подбиваешь. Так, мы мирный культ, предназначением которого является облегчить страдания, которые испытывают все эти тяжелые времена. Я наставляю моих последователей на пункт просвещения через понимание того, что происходит в нашем мире и что нас ждет в следующем. Все мои люди понимают важность готовности к грядущим проблемам. И многие из них желают перевести себя в жертву ради нашего дела. Готовятся? Почему они готовятся? Так, мы понимаем, что конец эпохи принесет многие изменения. Мы верим, что врата забведения откроются и народ Даэдра будет свободен в этом мире. Некоторые могут сказать тебе, что это хорошо, что это потомки Даэдра. И вернется к естественному положению вещей. Я же думаю иначе. Грядущая эпоха станет эпохой великой чести. Принцы Даэдра не наши предки. И не наши союзники. Они прокатятся по этой земле, как цунами. Уничтожат все, что люди создали за многие тысячелетия. Единственной защитой от этого бедствия могут стать только наши настоящие предки, которые ушли на тот свет до нас и наблюдают за нами даже сейчас. Многие из наших последователей решили принять участие в очищении, чтобы подготовить путь для остальных из нас. Да, это жертва. Но эта жертва приносится во имя высшего блага. Это великий ритуал, друг Аллариэль. Наши последователи очищают себя от всех своих проблем. От всего того времени, что давит на них. На этой земле они отправляют себя к предкам, распространяя наше слово и готовясь к тому моменту, когда мы все присоединимся к ним в нашей борьбе с Даэдрическими Ордами. Понятно. Ясно. Итак. Слышь, ты в доску пьян, почему бы тебе не пойти проспаться? Пришло время попробовать себя на ком-нибудь твоего размера, Голмар. Например, на мне. Привет, Голмар. Могу купить тебе выпить. Только не сейчас, когда этот маленький звереныш пялится на меня своими большими круглыми глазищами. Иг. Какая встреча. Добро пожаловать. Ничего. О, да, конечно. Первый раз слышу. Все. Блин. Нет, так дело не пойдет. Так вообще, блин, дело не пойдет. Я нихрена не сохранился. Да. Это да. Помог, блин, ему. Жесть. Ой. Так, и куда мне вообще... А, мне... Все, я понял, куда. Ну, я дал жару. Может, надо было ему сначала налить? Может, вообще не стоило наливать? О, как я забрался. Привет, Энно. Держи соточку. Не понял, браток. Так. Верование, конец света, готовится, великая честь, очищение. Вот так-то. Так. Брэд, ток. Ладно. Делаем сейв. Так. В общем, возвращаемся к Альмалексису, судя по журнальчику. Ты, куда мне внутренний двор, поехали. Сейчас перетрем с Альмалексией. И разберемся, чё там и как. Так. Вот, собственно, Альмалексия. Здравствуй, конец света. Их верование. Как они смеют? Трибунал потерял свою силу, да? Эти идиоты осмеливаются сомневаться в силе Альмалексии здесь, в её городе. И я преподам урок силы. Этим глупцам необходимо напомнить об истинной силе бога. Со временем атаки на город, большая часть моих сил была израсходована на заботу о моих людях. Количество раненых было просто астрономическим. И забота о них, обо всех, едва по силам даже мне. Но всё же я должна продемонстрировать этим людям, к чему приводит пренебрежение волей богов. Ты должен добраться до руины дамы Амсшент и активировать Корхстанис Бшраму, ё-моё. Вольный перевод. Погодная ведьма. Во время своего расцвета цивилизация двимеров достигла совершенства в использовании машин. Во времена засухи двимерскими учёными были опоручены создать машину, которая принесла бы из сушённой земли дождь. И они создали данную машину. До последнего времени его существование считалось не более чем мифом. Но затем под городом открылся вход древней руины. Я хочу, чтобы ты активировал эту машину и заставил её создать пепельные бури в Морнхолде. Тогда еретики узнают истинную силу Аль... Альмалексии. Так, пепельные бури в Морнхолде. Правильно. В то время как пепельные бури обычное дело на острове Вандерфелл здесь, на таком удалении от Красной горы, их не бывает. Теперь, впрочем, они придут и сюда. И эти еретики поймут всю силу трибунала, силу Альмалексии. Возьми это и используй для активации машины. Ты должен разобраться с тем, как она работает, Аллорель. Но я верю, что ты справишься с этой задачей. Так, ну что ж, друзья. Ух ты, блин, мы перегружены. А что мне такое-то вручили, что меня аж перегрузило. Ага, по всей видимости, а эта штука... Блин, ну плохо. Это очень плохо. Короче, он сын. Сейчас я пожру всякую. Ерунду. О, руда. Можно было бы руду сожрать. Но мы ее, наверное, просто выложим. Так вот поставим. Искупайся в свете моей мирости. Да, 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 да. Сейчас пойду, не волнуйся. Ужасный клинок. Зачем он мне? Благословленное копье. 28 килограмм. Замечательно. Выложить. Ого. Серьезно. 1,60. Блин, да таким, как впаять по башке. Ну ладно, пока... Пока оно мне не нужно. Я, наверное, тоже выложу этот меч здесь. Ну что, отправлюсь... Отправлюсь туда. Не знаю, куда. Поэтому лучше... Лучше так. Что ж, все выложил, друзья. На этом моменте, я думаю, мы и закончим. И отправимся с вами в следующей серии. Опять в город Двемеров. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайком. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Встретимся с вами совсем скоро. Всем пока.